Моя Родина Сибирь необъятна велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Здравствуйте, друзья! Наступили времена аудиофильмов У меня гератский материал Добрая тысяча, а то и две печатных работ Но следующее поколение, как было? Помните, наше поколение выбирает пепси Это круто звучало А сейчас, что касается садоводства Это поколение выбирает голосовые фильмы Вместо того, чтобы читать Ладно, приспосаблюсь, поехали Итак, наступает зима Минус 10 уже было Черенки нарезаны Пока не сильно много Избой из них, а вот теперь Ну, немножко уже разослал И буду продолжать Но дело в том, что Попутно Те, кто заказывает черенки Или хочет заказать Берут и задают вопросы Вот, самый распространенный из них Какой? Правильно Я проверяю эту запись Самый распространенный вопрос Как их хранить? Ну, я могу объяснить, как хранить Ну, на полминуты Давайте возьмем Программу целом Эта статья написана лет Десять-двадцать назад Уже я не помню Сделана в виде диска Уже много лет Этот диск Ни один не заказали Ну, не много лет Ну, пару лет Сделана электронная версия Диска Тоже Все молчат Пару сек порции Заказала за год И все Это уже не помню И тогда Пришло время Аудио Пришло время Разговорного жанра Поехали Вот Я заглавил Эту статью Так Черенок Животворящий Или мертворожденный Не помню ничего О чем я писал Но Надеюсь, что Поправлять не придется Спустя годы Поехали Будем говорить о черенках Какая проза Ну, казалось бы Что особенного Отрезал ветку От одного дерева Привил к другому Видите, с чего начинаем Всем известно Все умеет Все понятно Бери нож Лежь на клин Или на косой срез Была бы ветка Толщиной с карандаш Видите, я обманул Это правильно Ветка толщиной с карандаш Это сведения А правда Это жестоко Друзья Где ваши сады Вам не помогла Ни одна публикация В средствах Массы конференции Из тысяч Только сейчас И начнется Настоящая учеба Я уже много написал И как вы губите Деревья Неуверенные обрезки И что самое страшное С помощью Так называемой Правильной обрезки Новочной обрезки Портреяться не буду Наскучайте Просто посмотрите На фото номер Один И это будет Начало прозвения Фото номер один Видите маленькую ранку Кстати Уже после этого Появилась Моя книга Постулатов Она не издана И никогда не будет издана Она не нужна Оказалась Так вот Один из постулатов Звучит так На всей планете Из триллионов Отрезанных На концу Ран Ветных отрядных И полученных Ран Ни одна Самая маленькая Из Не из тысяч Ни из миллиардов Ни из миллионов А из триллионов Ни одна Не зажива А то Что заживает Учат Как правильно Лезать Чтобы она Зажива А правду Никто не знает Знаете почему Видите Я уже комментирую Свою статью Вот Расширяя Познание Знаете почему Не заживает Никто почему Не знает Потому что Я единственный От планеты Паталогранатов Все режут Вдоль Я режу Поперек И нахожу Истину Идем дальше И так вы поняли Как опасна Обрезка Принципа Так И вы Прочитав Мои статьи И посмотрев Видеофильмы Впредь Никогда Не будете Отрезать Живые ветки Полностью Никогда А укорачивать Только в случае Крайней необходимости Это когда Вы После первого Года жизни Саженца И только Ранней весной Отрежете Половину Или две трети Кроны Чтобы он лучше Прожился На новом месте И раскинул Кроны Над землей Тогда его Не сломают Ураганы А теплое Дело Снега Спасет Нижнюю половину Дерево Любой мороз То есть Как железо Младше На входа Замер два Вот так Мы отрезаем При посадке И последствии Вам будет Запрещено По Железовской Технологии Подходить Дерево С пилой Вот этот Убедительный Снимок Где мой Гость Известный Садовод Владимир Филиппович Следы Прививки У моей Груши С неправильными Плодами На самом деле Фото Предназначено Для другой Темы Но Пригодилось И мать Наглядите На фото На верты Искажите Мне на милость Друзья Садисты За что Вы так Ненавидите Нижний Скелет На ветке На неправильной И бесполезной Ветке Для гостей Виселы Два ведра Сочащих Груш Неправильная Бесполезная Это в точке Взведения Правильных Садоводов Вот видите Ну и вторая Причина По которой Надо делать Таблетку Это еще В самое страшное Время Первая Четверть Зимы Для живых Деревьев И последняя Заготовка Черенков Но подойдем К этому По порядку Так как Вы друзья Просто погубите Деревья Маточные Еще не так И не там Привьете Останетесь И без маточка И без садов А вам нужно Чтобы Вы За ваше Лето Возможно Такое Короткое Как мое Кстати Сибирское Вырастали За 5-6 Активных Месяцев Такие Садовцы Привитые Как на Фото 4 Да Это Самое Кстати У меня Есть По мастер Фотография Ну На тот Момент Чтобы Вот То и Вставил А выращивание Подвое Живительным Символическим Заглублением На пологих Холмах И грядах И без Пересадки Я уже Всем Плеж Провел На пологих Холмах И без Пересадки Читайте Сайты Смотрите Диски Видеофильма Ага Сейчас Побежали Покупать И вот Вы Пора Заготовок Кстати Сегодня 5 Ноября С величайшей Ответственностью Подойдете К живому Маточному Дереву Только Молодому И секатор В отверстие Почти всю ветку Как это делает Железова Татьяна Вот она В опять Так вот Я Вопреки Мнению Ученых Резать ветки Только С взрослым Деревым Состоявшейся Генетикой Вот Режу Только С молодых Только Там Имеется Настоящие Прекрасные Ветки На прививку Которые Надо Отрезать Почти Все Ну Еще Раз Скажу И Как Сколько Рав Говорю Вот Не бойтесь Что тут Рошатанная Наследственность Если у вас Молодое Дерево Устаканенное Забудьте Эти Научные Нет Это не Голеватья Но Она намешает Только И так Молодое Дерево Видели А это Моя Невеска Оставляю Обязательно Условия Секатор Под углом И чуть выше Бочки Чтобы не Оставлять Пеньки Условия Это жесткая Так как Изувечие Дерево Они такие же Беззащитные Как и мы Вот Номер 6 Видите Все Начинается С небрежной Обрезки Отрезали Небрежно Ни под почку Или Незалеченного Облома А затем Страшный Расплата Фото Номер 7 Видите Вот Вот Затем Болезни Развиваются Фото Номер 8 Смотрите Внимательно Отличите Живое От Мертвое Затем Закономерный Конец Фото Номер 9 Вот Так Вот Таким Образом В нашем Савиногорском Садов И все Еще Лучше В Северной Руси И Убивает Тысячи Тысячи Дерев Не Поверите Все Подряд А все Начинаются С безобиднейшей Маленькой Рамки Выше Показывал Фото Номер 1 Фото Номер 6 И все Деревья Деревья Долго Не Живут Мы Сами Калечим Ради Прививок Момент Истины Не все Почки Даже Полностью Отрезанные Ветки Это Будущие Привитые Деревья Предистория Начинал Как все Привал Черенки Взятые Середины Верхней Части Веток Любезно Отрезанные Хозяевами Получались Коротенькие Побеги Даже Плоды Размером С Горох Вместо 50-100 Граммов А тут Подоспел Совет От ныне Покойного Друга Саратовского Ученого Валерия Пятного Чернышова Нижняя Треть Ветки И Точка Я Пошел Еще Дальше Проверил Шушкову В смысле Все Длинные Ветки Пошел К выводу Момент Черенок С тремя Почками От самого Низа Прироста Последнего Года От самого Низа Исключение Нижние Три Четыре Почки Оставляемые Для развития Миноматочного Дерева Одно Отрезаешь Три Получаешь Еще Отрезаешь Три Получаешь Три Отрезаешь Девять Получаешь Вот Правда Не скажу Все Короче И Момент Весен То Что Все Современное Садоводство Не Зная Этого Использует Для прививок И безнадежно Пытается Выращивать Морозостойкие Деревые Спусек В большинстве Своем Абсолютно Для этого Не предназначенных И внимание Родился В июне Июля Поняли Это Серединка Злую шутку Со всем Российским Садоводством Сыграл Распространеннейший Совет Брать Серенки Для прививки Середины Ветки Он Этот Совет Стал Тормозом Для развития Российского Морозного Садоводства И причиной Короткой Жизни И Миллионноразовой Смерти В садах Уйдя От губительной Магистральной Дороги В сторону И сделал Первую полную Свою открытие Закон Сопочинения Почек Как прививка Как я Намучился Учать И учать Других Делать Косые Среды Клини Из толстой Нижней Самой части Ветки Смотрите Фото Десять Нижняя Ветка И еще Толще Вот Видите Мои мучения С толстыми Черненьками Создал я сам Гоняя садатов Как собака За своим хвостом Пытаясь его догнать Низ Подвоя И привойной Ветки Означает Высочайшее Повторяю Низ Подвоя И низ Привойной Ветки И подвойный Низ И привойный Низ Означает Высочайшее Качество Будущего Могучего Саженца Но как Трудно Сделать Ровный Срез Я Взял Чернок Из ветки Чуть выше И он Тоньше Качество Совой Прививки Выше Ровненький Срез Один Движением Ножа Но Саженец Сворстает Уже Не таким Могучим Поняли Самый Могучий Из нижней Ветки С этой Поменьше С этой Еще То есть Все Прижмется Но Саженец Будет Меньше Этим Утвердением Друзья Я вам Впервые В практике Садоводства Так Простенько Рассказал О толстых Привыках Вот Одна Подсказка То Что Вы Прочитали Выше Будущее Реалии Это Гигантский Шаг Создание Юграйных Саженцев Подробнее Не тот Случай Посмотрите Час Мое Выступление На Среде Садоводов Челябинске О Внимание О Закон Соподчинение Почек Секунду Открою Это Действие Запрещено Политикой Организации Здрасте А раньше Открывалось Ну тут Я Бессилен Ну у меня Есть это Выступление В виде Отдельного Диска Выступления И там Я рассказываю Что такое Закон Соподчинение Почек Ладно Не последний День Живем И мы Сэкономим Время Чтобы Продолжить Грустный Оптимистический Рассказ Посмотрите Еще на фото 11 Поймите Что есть Разночтение И у меня Видите Внимательно Смотрите Комментарий Здесь мои слова Расходятся с делом Но не виноват Что у меня Получается Годовалый Прирост С неимоверно Толстым Основанием Видели Первое Умой Минус Неизвестно Так просто Последнего Года Нормально Вроде бы Пожарительской Технологии По диаметру Превышает Разумные Пределы Для будущих Прирок Клином И косым Срезом Намного Больше Сантиметра А другие Способы Кроме Капулировки Улучшенной Капулировки И вращев Пень Я не признаю Плюс Сильнейшая Обрезка Спасает Мои деревья С ночными Простыми От разлома При пределе Хуража Теперь Берем Другую Крайность Мне ведь Не обязаны Верить На слово И так Жалко Выбросить Верхние Две трети Ветки Чему Признавая Такой Неудобный Вот вам Красноречивое Фото Любуйтесь Поняли Да Вот так Пожалуйста Мечтали Об этом Я Нет Это Фото Предназначено Для Норечков И Нежелающих Ничего Знать Питом Никого Где В ход Идут Почти Все Почки Светки В скобках Проклиная Мною Но Распространенная Прирюка Почкой Вот Для них Это Полнее Приемлемо Данная Почка Выросшая До размера Спички Была взята С верхней Части Ветки Дорочатый Продвинулся Неизбежными Страшными Радами В основании Ой Страшные Рады В основании Это Знаете Почему Подвой Вор Привой Такой Вот Когда Этот самый Привой В виде Почки Пошел В рост Подвой Это надо Эту толстенную Ветку Так Все Срезать Вот Такая Рана Но Это Отдельная Тема Но Даже Если Внешне Домороченным На следующий Год Два Саживаться Не Будет Визуальных Претензий И Корни Целы И Посажив Вор У него Страшное Будущее Он Недоношен Если Добавить Что И Садится Как Правило На Месяц Позже Оттаивания Земли То Многоточиво И Маскирую И Диаматическое Выражение Владельцев Будущих Мертвых Садов До Сих Пор Попробовал Тысячи Вариантов На Десятках Тысяч Саженцев И Проделал Работу За Все Ни Сельское Действие Разум Они Тоже Грешат Продажа Санксов Так И Не Понял Почему За Сотни Лет Никто Не Догадался Что Эти Недоноски Выросшие Из Негот И Косик Есть Первые Кандидаты На Дрова При Первых Анварях Погоды Недоноски Бежал Стреляется Грибами Бандитурными Бактериями Листогрозыщим Насекомым Клей Настоящий Пирменный Растений Имеющий Жизненные Силы Монитет А Потом Мороз Забивается Из родственных Любимцев Садоводов Забывавших Что Любое Съедобное Плодовое Дерево Имеет Историческую Родину За тысяч Кавалит В южнее И для Прочитания В России Монитет Рос В те рамки Постулатам Железова Из Увы Не видны Книги Вот Горький Ответ На югах Откуда Идет Садоводство Это Не так Заметно А Россия Средние Полосы Севера Только Покойный Чернышов Его Благодарный Синежелезов Но Еще Пара Нашим Друзей Приятное Включение Так же Что Не знает Современное Садоводство Что Почки Даже Редак 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 Фото Тринадцать Красавич Один Вот Две Почки Пошли Редак Пожалуйста Догадайтесь Которая Редак Редак Которая Которая Подовая Я Это Фото Даже Комментировать Не буду Все Понятно Большинство Боковая Небольшая Веточка По сути По генетике Где мы Боковой Веточкой Она должна Была Стать Боковой Веточкой А мы Ее Делаем Садоводство Вот Такие Вырастаются Все Слева А Они Уже Проданы Вот Такой Который Слева Прибивает По одной Почке Экономно Который Слева Получается Вот Так Вырастет А Дальше Стоп А Об этом Не Знает Большинство Проданных Садоводство Ни на что Ни на что Год И Ходят Миллионы Садоводов Вокруг Коротышек К тому же Нежизнеспособных Почки В которых Они Вырастли Появились Только Летом И Мучают Их Поливами Удобрениями Добиваются Всем усердно И Не Дай Бог Если Все Сопадает В одном Плаконе И Привка Почкой Почкой Середины Ветки И Даже Выше Не Дай Бог Подвой Клонов И Искусственные Корни Страшную Картину Современного Питомниководства Подтверждаю Смотрим Еще Да Кстати Сколько Осталось Смотреть Еще Половина Что Мне Делать Наверное Надо Делить На Два Ладно Еще Немножко Там Посмотрим Еще Один Ролик Моро Вступление Наслито Садовод Вчелябинске Там Жестокая Реальность Вот А ну Ка И Это Действие Запрещено Политикой Организации Все Ясно И Это Тоже Не Открывается Эти Фото Этим Рассказывал Я верю Что Убезу Только Вас Нормальный Христиан Садовод Даже Доречко Ну Вот Вы Посмотрели Какая Неприязненная Реакция Сместо Питомника Водра Продышиваем По Семья Рядом Каждый Год Сто Ты С Плонов Садовод Вот Тут Об этом Есть Когда Он Сместо Кричал Не Слушать Терри Лега На Терри Легал Сместо Все Это Чепуха Что Он Говорит Самое Страшнее Что Уже Никогда Не Переубедит Так Устроена Психика Но Не Принято Профи Отслеживать Дальнейшую Судьбу Своих Питомцев Теперь Ваш Недовременный Вопрос Как Же Так Мы Вас Уважаем На Получается Нам Негде Взять Ветки Отрезанные Почти Полностью Да Друзья Вы Правы Страшная Правда О том Что Ни Один Болеющий За Свой Сад Ни Профи Ни Ребитель Садовод Не Отрезает Поветку Почти Цинком Верхушки Да Пожалуйста Я Это Будучи Юным Садоводом Проходил И В натуре При мне И именно Мне Кстати Отрезали Только Верхушки И Посыл Как Получил Верхушки Да Еще Гнилые Или Сухие Даже Из Франции Получил Посыл Абсолютно Сухие Ветки Амрикосов И Замазаны Торцами Махосвечными Беками Про Правильные Посылки Железовые Я Расскажу Но Позже Далее Как Отрезать Или Погубить Любимое Дерево Все Так Как Длинное Я Перешел На Аудиофильмы На Разговорную Речь Но Длинное Вы тоже Не любите Подводим Веток Значит Ветки Просты Последнего Года Лучшие Из лучших Самые Длинные Боковые Ветки Солнечные 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 Я Как Б Уже Свою Сумму Значит Самая Из них Самая Ценная Отрезается Полностью Остаются На Капочки На Дальше Развитие Вот А Изотрезанный Самый Нижний Фрагмент Самый Ценный Просты Еще Один Ценный Ну Может Еще Один А Верхняя Ползаветка Выбрасывается Вот Это Вот Коротко Что-то Видели Фотографии Видели Мои Поскутаты Все Закончим Эту Первую Серию А Так Как Я Смотрю Что Здесь Вот Мы Это Все Будем Проходить Проходить И Проходить Все Друзья Благодарю За Внимание Вот Еще Раз Я Нарезал Семьки Заказы Ко Мне Идут Но Плохо И Скажем Буду Все Меньше А Я Все Еще Дергаю Чтобы Сады У нас Будут Раз 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 Огром По Каче Плодов Вот Сейчас Я Да Я Кстати Получаю Разные Присвали Сказали Вот Видите У меня Из косточки На третий год Я Дал Плод Видите Сенсация Да Сенсация Вот Но Тем не менее Самое Скороспелое Это Конечно Привитая Так Благодарю за Внимание Показать Каталог Да У меня Здесь Каталог Я Сейчас Его Поправлял Знаете Почему Поправлял Потому Что Чего Есть Чего Нет Видите Уже Минус Даже Меньше Чем В прошлом Году Вот Это Все Было В прошлом Году А Сейчас Минус 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 Нарезал Минус Словами Чунинская Минус Почему Деревья Стареют Деревья Стареют Слива Ленгер Корозовая Минус Вот Вставляете Жорде Милитопольский Минус Филиппи В пользу Минус В общем Заказывайте Сейчас Не ждите Весны Некоторые Говорят Пожалуйста Я сейчас Делаю Заказ Выпусти До весны Я говорю Нет Я могу Не дожить До весны Это Горькая Правда У меня Скоро 75 Давайте Вот тогда Это Не тороплю Может И весной Но То Что Будет На тот Минус Представляете Сколько Здесь Будет Миночек Догады Сколько Сколько Будет Минус А сейчас Коллекция Продолжает Оставаться Лучшей В России Такого Качества Червьков И Такого Качества Нет С И В Горькая Правда Лучше Были Таких Как Я Было Много Но Я Не Виноват Я Не Виноват 25 лет расслал саженцы Потом черенки, косточки Вот А такие же, как я, чтобы развились Так же, хотя бы до моих Фермерских разверов К сожалению, ничего нет, того нет Несколько человек, но это мои ученики Мы как одноцело Все Посмотрели на черенки Вот И облегнулись Чтобы отдыхали Не умеем прививать, не хочется Как видите, готовые саженцы Они очень дорогие А потом, знаете Чем меньше ребенок, тем легче Воспитать, так и тут Саженцы тоже Лучше начинать с косточек, черенков Самому всему научиться Какое это дело Вот этот у меня в WhatsApp есть Мой канал Который называется Садоводство пожареновое Там последняя строчка Да, я не покажу вам Потому что Вы увидите Десятки чужих Телефонов Не имею права Но там последняя строчка Какая была Вот Как я жду весну Кто-то из вас пишет Вот Еще осень А он уже горит Вот таких уже мало стало В стране мало Если уж лучше Питомник в стране Лучшие каталоги Вот Лучшие сорта Не привлекают внимание Это очень плохо Все Благодарю за внимание Основная вторая серия Чтобы до конца разобраться Потому что там будет И как хранить И как заготовлять Все еще впереди Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok